Пройти по бурному житейскому морю мы можем с помощью Божьей и в единстве церковном. Да поможет нам Господь пережить этот трудный период плавания. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Ну я откровенно скажу, что патриарший крест нелегкий и ответственность за церковь, за ее сегодняшний день и будущее церкви, оно лежит на ответственности патриарха. Вот так же, только в марте 1961 года, постригали в монашество и протеерея Алексея Ридигера. В раку преподобного Сергия Радонежского были опущены две записки с именами преподобного Сергия и святителя Алексия, митрополита Московского. Вынули имя святителя Алексия, благоустроителя церковной и государственной жизни, учителя великого князя Дмитрия Донского, стоявшего у истоков становления великого княжества Московского. Так, возможно, промыслительно совпали мирское и монашеское имена Алексея Ридигера. Несколько раз в моей жизни мне была дарована возможность приблизиться к патриарху и получить личные благословения. И каждый раз в течение долгого времени, почти года, я чувствовала, как это благословение хранило меня. За что бы я ни бралась, все получалось. В семье, в душе был мир. И, что меня особенно удивляло, я даже гриппом не болела. Святейший патриарх Алексей II, 15-й российский патриарх, нет-нет, да и возвращается мысленно в далекое детство, когда вместе с родителями он переступил порог первого в своей жизни храма Таллинского Александреневского кафедрального собора. Вспоминает и семейное паломничество в Пюхтицкую обитель, в Псково-Печерский монастырь, на Валаам. О пастерском служении Алеша мечтал еще ребенком. Уже в 6 лет он прислуживал в Алтае, а в 15 стал старшим и подьяконом архиепископа Таллинского и Эстонского. Через 3 года поступил в Ленинградскую духовную семинарию, сразу в 3-й класс. После окончания академии, на своем первом приходе в шахтерском городке Рыхве, ему все приходилось делать самому. Даже поговорка местная сложилась. Сам служу, сам пою, сам кадила подаю. Но в доме священнику это было не в тягости. В университетском городке Тарту он стал настоятелем Успенского собора. И ему пришлось восстанавливать этот сильно запущенный храм, где однажды пол провалился прямо во время богослужения. Минувшие десятилетия наше земное бытие хотели лишить духовного смысла. Но десятилетия гонений свидетельствуют о том, что народ наш хранил веру воскресшего Христа. Свидетельством тому множество людей в наших храмах, множество детей и взрослых, приступающих к святой чаше, восстающие из руин храмы и обители. В Москве в бытность уже митрополитом и управляющим делами Московской Патриархии Алексей Ридигер более 20 лет противостоял желанию власти разъединить народ и его церковь, закрыть храм. В эти же годы он был бессменным президентом конференции европейских церквей, организацией, которая во многом повлияла на преодоление холодной войны, укрепление мира и безопасности в Европе. А когда наступило время перемен, именно он возглавил комиссию по приему, реставрации и строительству Данилова монастыря, первой обители, возвращенной Русской Церкви после долгих десятилетий. Все нити Русской Православной Церкви, они стягиваются к личности Патриарха. И вот этот корабль, который я себе представляю символически, это православная вера, идет под руководством Алексея Второго, который выруливает и выправляет движение этого корабля. Перестройка ворвалась в страну Советов, взбудоражила весь мир. Перемен хотели и ждали. Ждали их и в церковной среде. Но здесь все было гораздо сложнее. Власть Совета по делам религий, хотя и ослабела, но все еще составляла основу государственных церковных отношений. И управляющий делами Московской Патриархии митрополит Алексей Ридигер решился ускорить эти перемены. В декабре 85-го он направил Горбачеву письмо. Моя позиция заключается в том, что церковь должна быть реально отделена от государства. В советский период церковь была им придавлена, и вмешательство государства во внутреннюю жизнь церкви было полным. Общегосударственный террор зачастую усугублялся просто безобразными экстремистскими выходками и запретами уполномоченных местного уровня. Это письмо было итогом многолетних размышлений о судьбе церкви, о церковно-государственных отношениях. Митрополит Алексей надеялся встретить понимание лидера перестройки. Но к таким переменам Горбачев оказался не готов. Он не ожидал от управляющего делами Московской Патриархии столь смелого поступка, и позиции его не принял. Письмо было разослано всем членам Политбюро, признанное несвоевременным и вредным. А Совет по делам религий указал, что поднимать такие вопросы не следует. Вскоре митрополита Алексея сняли с ключевой тогда должности управляющего делами Патриархии, а заодно и отстранили от всех других руководящих должностей. Он был назначен на Ленинградскую и Новгородскую кафедры. Это можно было бы расценить как ссылку, но митрополит Алексей такой поворот судьбы принял спокойно. Будем помнить о том, что наше земное бытие исполнено скорбей, невзгод и испытаний, служит лишь предверием грядущей вечной жизни. И мы верим, надеемся и знаем, что путь в нее начинается уже здесь, на земле. Те четыре года, что провел он в Ленинграде, вспоминаются как едва ли не самые светлые в жизни. Предстояло наладить церковную жизнь в городе, где советский режим был особенно враждебен церкви. В первые месяцы митрополит Алексей остро ощущал, что власти намеренно игнорируют церковь. Необходимо было добиться, чтобы положение в корне изменилось, чтобы народ вновь обрел свои святыни. И это удалось. Часть Иоанновского монастыря на Карповке вернули церкви, и его восстановлением занялись сестры из Пюхтицкого монастыря. Они, воспитанницы митрополита Алексея, всегда помогали ему возрождать женское монашество. Они и сегодня возглавляют многие женские обители России. За свою жизнь третьего патриарха переживаю Алексея I, Семанская Пимена, и Алексея нашего теперешнего II. Я так и думаю, что вот это и есть патриарх. Я другого и не вижу. Это вижу я в Святейшем полное личное бескорыстие, бессребреничество, полнейшее безразличие к своей особе. То есть он весь растворен в заботах о церкви, о служении народу, отечеству, государству. В середине 80-х люди стали осознавать, что церковь должна стать тем, чем она была со времени святого князя Владимира, духовной опорой России. То, что совсем недавно казалось немыслимым, теперь стало возможным. В 1988 году в стране широко отпраздновали тысячелетие крещения Руси, и эти торжества стали настоящей победой церкви. «Наша церковь, как свидетельствует история, всегда жива и живет нуждами народа, разделяя с ним его историческую сумму. И наша церковь возносит свои молитвы о благоденствии и спасении народов России». В 1990 году скончался патриарх Пимен. Выборы его преемника оказались необычными. Впервые выбирали тайным голосованием и без участия Совета по делам религий. Митрополит Алексий чувствовал тогда растерянность многих, ведь такой свободы раньше не было. А когда он получил больше всех голосов архиереев, осознал, что чаши сия его не минуют. Огромная ответственность ложится отныне на его плечи. В течение трех десятилетий его архиерейских трудов рядом с патриархами он видел, как тяжел крест патриаршего служения. Патриарх получил руины в наследство, руины русской православной церкви. Сколько же он сделал для нашей церкви? Гигантское дело. Он сделал то, что не мог в тех условиях сделать не один патриарх. Он наладил связи с властью, диалог с властью. Он наладил отношения с людьми искусства, что немаловажно. Он восстановил гигантское количество храмов и монастырей. И, наконец, он объездил около 80 епархий, чтобы конкретно знать, что творится в православной церкви на Руси. Начинать пришлось практически с нуля. Возродить приходскую и монашескую жизнь, которая почти угасла за годы советской власти. Наладить систему духовного образования, просвещение мирян, возродить институт военного священства, вести проповедь Христову в местах заключения. Люди стали обретать веру. В начале 90-х начались богослужения в соборах Московского Кремля. Успенский собор является главным патриаршем храма Русской Православной Церкви. И, когда мы начинали в начале 90-х годов первые богослужения, то совершали их с особым трепетом, потому что здесь проходила вся история в Успенском соборе и государства российского, и Русской Православной Церкви. 93-й год. Страну охватили волнения. Нависла угроза гражданской войны. В это время святейший патриарх Алексей II находился с визитом на Аляске. Он прервал свой визит и вернулся, чтобы в беде быть вместе со своим народом. Тогда он возглавил переговорный процесс, сделав попытку примирить противоборствующие силы. Дважды, в самые драматичные периоды, в 1994-м и 1999-м годах, патриарх Алексей II бывал в многострадальной сербской земле. Он пытался предотвратить бомбовые удары и остановить кровопролитие, поддержав священно-началие сербской церкви, иерархи которой считали недопустимым военное вмешательство НАТО в югославский конфликт. Вместе с братским народом патриарх Московский и всея Руси молился в обстреливаемом Белграде. Именно патриарх может выступить в каких-то очень важнейших вещах, которые важнее, чем политика. Нравственного разрушения человека. Против этого может встать патриарх, как он и встает. Это мы видим, знаем. Конец 20-го века стал временем возрождения русской церкви. Были открыты и восстановлены тысячи храмов. Возрождены сотни монастырей. Если люди посещают храмы, значит мы делаем правильное дело. Посмотрите в церковные праздники, да и не только в церковные праздники, посмотрите всегда. Всегда в храмах есть те, кому нужно обратиться к Богу. Кому нужно постоять. Кому нужно поразмышлять. Кому нужно погрузиться в самого себя. В свои мысли. Кому нужно придать какой-то импульс надежды. Особенность патриаршего служения Алексея Второго поездки в епархии. И службы не только в кафедральных соборах, но и в маленьких провинциальных приходах. В своих поездках Алексей Второй непременно бывает в домах престарелых, в интернатах, в школах, в больницах, в воинских частях. Многие города и села впервые встречали патриарх. Ведь до Алексея Второго предстоятели церкви знали в лучшем случае по календарю Московской патриархии. Посещая самые различные регионы, мы видели людей, которые тянутся к возрождению веры в своих душах. И люди на глубинке русской меньше политизированы, больше сохранили душевной теплоты, доброты. И я получаю заряд бодрости, общаясь с людьми, которые далеко живут от центра, но которые также исповедуют святое православие и осознают, что без возрождения духовных и нравственных начал невозможно возрождение России. В конце 90-х произошло событие века. К двухтысячелетию Рождества Христова был воссоздан Храм Христа Спасителя, ставший символом возрождения церковной жизни страны. В 1989 году в громадном кинотеатре России было собрание. Оно было посвящено 150-летию закладки Храма Христа Спасителя. Там показывался и фильм о его разрушении, и было принято решение о создании фонда по восстановлению Храма Христа Спасителя. И вот я там речь произносил, которая сохранилась. Сейчас мы кладем начало совершенно невероятному делу. Если это дело воскрешения Храма Христа Спасителя будет иметь успех, то завершится оно не скоро. Это дело на многие годы, может быть, на несколько десятилетий, и наше поколение не увидит его завершение. Я говорю, конечно, о моем поколении, а не о тех молодых, здесь находящихся. И вот восстановление Храма Христа Спасителя я увидел, и мне кажется, что перед народом, всем и православным народом, и русским народом открываются какие-то новые пути, надежды, на которых уже новое поколение, наверное, и будет работать. В год празднования двухтысячелетия Рождества Христова прошел юбилейный Архиерейский собор. Впервые у церкви появилась возможность заявить о своей позиции по всем вопросам современной жизни общества. На юбилейном соборе приняли основы социальной концепции церкви. Одним из главных итогов собора стали решения о канонизации новомучеников и исповедников российских, в том числе святых страстотерпцев, последнего российского императора Николая II и его семьи. Я благодарен тем, кто помогает мне в этом нелегком моем служении, а главное, помогает молитвами, потому что молитвы церкви помогают не только преодолевать болезни, но помогают и выполнять то, что положено выполнить патриарху в этот очень ответственный период времени, когда не только созидается новая Россия, но созидается и будущее церкви, нашей Святой Православной Церкви. 10 июня 2004 года Священный Синод Русской Православной Церкви просил принять святейшего патриарха Алексея II высшую церковную награду орден святителя Алексея митрополита Московского первой степени и преподнес ему образ Божьей Матери с предстоящими святителями московскими. В этот большой праздник и очень важный день мне вспоминается первосвятитель митрополит Московский Святой Филарет Гроздов, который, будучи иеромонахом, жил в самой гуще светской жизни, сохраняя при этом строгий монашеский аскетизм, пережил три царствования, короновал лично двух царей и, вращаясь в среде очень различных, часто враждебных общественных течений и партий, умел со всеми сохранить мир, привести к взаимопониманию и направить на благо церкви. Вспоминая митрополита Филарета, я думаю о святейшем патриархе Алексии II. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся. И вообще удивительные параллели проводит история. так же, как и святейший патриарх Алексий II, митрополит Филарет, был в составе комиссии по возведению храма Христа Спасителя. Мне хочется пожелать только одного здоровья. Здоровья и долгих лет продуктивной жизни. А мы ваши любящие чадо и молитвенники. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ